Итак, всем привет, господа! С вами снова Тимыч, это Кислив, наш с вами любимый, что же, Арина Катарина продолжает свое победоносное шествие, мы сейчас будем брать и Геров, так, и Клан Робсманов, напоминаю вам, будем брать, будем брать, даже несмотря на то, что у нас существенное преимущество, тем не менее, Градусник показывает тяжелую победу, но я думаю, что мы сейчас нивелируем потери, просто попытаемся максимально на дистанции херачить противников, у них, конечно, тоже есть косары дальнобойные, но у нас их больше. Плюс, не забываем, что у нас есть Эвелинушка, которая, по идее, я вот ей прокачал умение, то, что она может увеличивать дальность полета стрел у косаров и увеличить перезарядку. По идее, это должно помочь. По идее, это нам должно помочь максимально битву за Игеров сделать максимально комфортной, чтобы все проходило по нашим условиям. Царина Катерин! Скорее, не играю, потому что, блин, еще хуже могу сделать себе. Так, давайте наших пацанов выведем. На передовой пусть там постреливать будут. Давайте сразу режим перестрелочки сделаем. Так, башни. У меня башни беспокоят. Вроде тут нет башни, кстати. А, ну хотя они могут потом появиться, мы их можем не видеть. Как я понимаю. Потом, когда ближе на подходах, они могут появиться. Короче, я пока даже для себя все равно не понял, кто круче, косари с копьями или обычные косари. Ну, по эффективности именно луков, обычные косари, по-моему, все-таки поэффективнее будут. Ну, опять, то есть, блин, все довольно ситуативно, на самом деле. Так, ну и давайте, наверное, Эвелинушку нашу. Ну, вот сюда рядом поставим. Так, кот Василий. Кот Василий с нами. Начинаем. Ну да, конечно, вот на наем. Дервишин. Так, ладно, вы вот этих пока сшибаетесь. Нормально все должно быть. Ммм, ток получается все-таки да, на один отряд. Ну, пока не будем. Неплохо, неплохо. А хотя, давай. Допустим, вот, о-о-о-о, пошло добро. Вот, давай против косарей обычных. Коммерт, он за берд. Кирач, косарей. Да куда ты пошла, дура, блин? Бля, конченная мразь. О-о-о-о, боже. Ну, хотя, ладно. На, но они уже обоссались. I am an artist. I am performance artist. Не понял, это кто такие. А, блядь. Так, с арископами. Ладно, хорошо. Мы же играем против своих коллег, я все время про это забываю. Так, давайте там. Еще. Так, сюда подошли. Ну, что, пока довольно гетеросексуально все. Левиас поляти. Опять вот сейчас отстроят, да, башню, да? Конечно, сейчас отстроят. Как же иначе. По-другому ведь и быть не может, что называется. Так, ладно, этих камшотников мы... Сейчас уже поперестреляем. Ну, короче, да, больше косарей, богу косарей. И все будет хорошо. Все будет нормально. Ля, вот они сейчас строят тоже, блин. Баррикада на ровном месте. Не знаю, меня лично это бесит. Меня это раздражает. Не удастся. Не удастся. То есть я буду тратить свои, получается, стрелы, да, на то, чтобы эти баррикады уничтожить. А противник просто подождет кулдаун, типа, и отстроит по новой. Ну, шикарно, ну, просто божественно. Так, ну, тут сейчас за камшотим, это не вопрос. О, отлично. Ну, 35. Так, атлантных косарей сейчас ни хера не останется. Отлично. Все-таки, да, нехорошо, что я сделал ставку на косарей, на обычных. Блин, пипец, они стоят, блин. А, нескрушимость. Им поставили нескрушимость. Окей. Или это кривой перевод. Все, побегли, отлично. А, все, мы взяли город. Блин, а как охеренно. Нет, вы не будете тут херачить башнями, я так сказал. А, все? Лол, у них что, им даже поп, что ли, свой не помог? Лол. Нормально. Ну, что, КГВП? Блин, я вообще-то у папа даже не видел, блин, вообще, в глаза, чтобы он там, как-то, блин, участвовал в битве, ну и у просто не было. Забавно, забавно. Неплохо набили. Косари прям писечки, просто. Косари прям писечки. Сейчас им еще и боезапас, и скорострельность получше сделаем. И прям будут вообще пусси. Так, опыт сейчас получим. Сторонники, минус 2. Воззвание к родине позволяет Кислеву заручиться с поддержкой или... А почему минус 2, я не понял. Почему? Свиток вызова. Ммм, заглянание взрыва. Окей. Так, ну что, Игеров под нами. Так, воин-ветеран царицы Катарины нашей доступен. Что у нас тут? Ранг новых отрядов плюс 2 для пехоты и армии лорда. Отлично. Отлично. И заклинание взрыв. Доступно. Шикарно, шикарно. Так, ну что, потихоньку продвигаемся. Но, я говорю, мне опять же не нравится, что у нас какая-то прям кишка получается. То есть, блин, вот это вот очень трудно контролить так-то. Очень трудно контролить. Так, Форт Якова. Форксгард. Вот Форксгард будет, конечно, брать трудно. А у нас что получается? У них остался Форксгард, да? Герслив под нами, Игеров под нами. Ну, Форт Якова, типа, очевидно, надо будет брать. Ну, сука, блин, у меня вот эти подогресты. Огр гребаные. Угу. Огры меня не радуют. Я и Егор Дажев. Егор Дажев. Дажев Егор. Так, окей. Орпопом. Сквер на минус один, небоевые потери. Контроль от провинции. Контроль, конечно, тоже неплохо. Да и, блин, вдохновляющее присутствие тоже. Так, улучшенный смертельный мороз. Ладно, дайте смертельный мороз качать. А, ну и заодно, да, я еще могу что-то, еще что-нибудь вкачать. Опыт заход плюс 75, армия лорда. Кстати, неплохо. Ну, давайте тоже качнем. Навозь пригодится. Кража технологий. Если ты имеешь... Так, это получается моментальная тема, да, как я понял. Дополнительное ускорение исследований 3%. Так, если дальше качать, я ее просто вот эвелину хочу чист, как, да, поддержку для косарей прям, типа, сделать. Мне кажется, это будет прям очень круто. Очень полезно. Ну, а чем второй левел, короче, погоди, что-то я туплю. А! Восстановление быстрее. Ну, норм, норм, норм. Короче, да, и эвелину я прям в восстановлении этих... Влучшение лукарей я ее буду прокачивать. Мне кажется, это прям самое то. Так, из заданий, что у нас тут? Получи средний доход 3000, но это пока невозможно сделать захват уезда. Работаем над этим сразу. 5000 казна увеличится... Так, увеличить численность до 20. Наймите новые отряды 20, сейчас 5. Что за бред? У меня полностэк. Или что-то что они хотят этим? Ну, благословение родины, блин, пока я не вижу смысла кастовать. Так, никто у нас там не дозрел до каких-нибудь новых дип отношений. Сучка. Сучка. Ну, давайте, право прохода, да. Бабло-то получим, да? Это считается или нет? Торговое заключение. Блин, твою мать. Оу, слот. Ну ладно, право прохода тоже норма. Пришли. Тирант, дай смерть. Я должен уйти. Не хочу я к ним идти, конечно. Пара-па-пам. Так. Инжерс. Ладно, у нас ходов все равно нету. Блин, я просто боюсь, что сейчас откуда-то, блин, придут. Не будет тогда жепь. Надо будет срочно тогда обратно, блин, в кисли ввалить. Но, ладно. Как говорится, я это все хаваю. У меня... Блядь, ну вот как... Блин, как я и говорил. Вот. Как я, собственно, и говорил, блин. Че? Комитет госбезопас... Что? Че? Патриарх объявил крестовый поход против ереси и начал врываться в дома, чтобы изучить содержимое каждого ящика и книжного шкафа. Никто точно не знает, сколько кисливитов вытащили из постели прямо посреди ночи и отправили на казнь. Как и того, сколько среди них было невиновных. Тем не менее, патриарх доволен. Ему удалось остановить грех падения или, по крайней мере, добиться полного подчинения. КГБ! Блин. Сука, они создали КГБ, причем КГБ под властью патриарха. Сука, духовно. Короче, зато у нас пять ходов скверно мин... Скверно минус пять. Так, ну че, самое время призывать Урсуна, типа. Давай, не боевые потери. Еще прибыль получим. Эээ, там правда, блин, гарнизон у нас тут... Ну, конечно, есть. Но он такой, типа, инжор за нашу взыспенкинг, что называется. Хотя, в принципе, их тут тринадцать... Григор Кирьякин. Их тринадцать, а на сколько? Семь, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, да в принципе, в обороне должны сдюжить, по идее. В обороне должны сдюжить. А, да, 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 да. Мистерска Айс. Марч будет праздник и вероятность. Моя рука, моя решение. Не тарри. ты не любишь кори ну их я думаю их тут нету их армии вот опять же они геров могут захватить как нихер делась но тут ладно тут гарнизон нет я особо тут насчет этого не переживаю гарнизон из десяти человек по идее должно выстоять наверное я конечно могу призвать героя на 405 час блин вся прибыль по жопе пойдет так оружие пиратов отлично уже скоро на следующем ходу будет готова шикарно еще клан арбисперов блин окей усукаем клан арбисперов не сдается да ну ладно чё мы возьмем форт я кого опять нам обещают тяжелую победу но мы с вами знаем что мы гетеросексуальные ребята а почему а потому что мы играем за женщину так окей пошли дальше тут тоже особых проблем возникнуть не должно опять там какой-то поп управлять ортодокс ортодокс и у сука жепь и брила может возникнуть только если к ним еще какая-нибудь вторая армия короче подойдет этих арбисперов вот тогда там да там надо будет призывать героя в кислые атака в принципе гарнизоном должны отбиться как так так зато там у нас технология как раз эти ружья пиратов должны быть готовы то есть у нас сейчас еще более эффективные должны будут работать косарев блин я заметил что я почему-то в третью ваху прям с каким-то воодушевлением играю то есть блин давно такого не было хотя мне 3 ну типа мне вархаммер я я я еще раз говорю я из я из-за старички мне вот конечно вот эти вот штуки с постоянно регенерирующимися оборонительными сооружениями стреляющими башнями которые ты разрушаешь а они снова отстраиваются это прям но блин короче если сделают мод на запрет отстройки по новые из защитных сооружений его прямо сразу поставлю первый мод который я поставлю потому что это грёбаный сука маразм и просто за гранью блин не ну прикольно чуть-чуть сделали наконец-то тут хотя бы нормальные тип карты осад до городов поселений практически как в исторички почти типа это тоже не может не радовать так вот василий сразу с нами как всегда приятная гвардия Приятная гвардия Так Где вышки будут стоять? Вот в чем вопрос Блин, неудобно, конечно, этот квартал Расположен, от слова, блин, совсем неудобно Нам сюда, либо сюда Ну ладно, посмотрим Ваши войска готовы штурмовать укрепление противника Но будьте осторожны Опять И у него было достаточно времени на подготовку к обороне Ну, че? Командуй Так, это нас, дервиши, да? Ну, давайте вот этих пацанов сначала с них начнем Давай, где башня, где башня Я уже Я уже сплю и вижу Ну, давайте тогда обычно косарей вались Так, че еще можно сделать? Давайте, наверное, потихоньку, потихой грусти пойдем сюда Посмотрим, че у нас здесь Здесь будем камшотить тут Так, пока я внезапно даже башню не вижу Вот прям хороший знак Какие же косари крутые Так, надо не забывать контролис бля сука у меня теперь байт на башне короче да блять почему короче вот я вижу башни блин а не могу а потому что они еще не они еще не построены что ли твою мать что за сверхразум конечно вот это все придумала ведь что кто стреляет одни откуда-то стрель ни хера на дальнобойное блин еще здесь бы на строю никак отстроить не могут все построил давай херачи мир спирт будьте еще сто лет строить конченые ублюдки так не с крушимостью рубили давайте этих теперь ладно там она все равно не особо высокий урон наносит да ладно кстати уже конечно труднее пробиваются смотрю но норм норм так не забываем да по режим перестрелка стоюсь это банкосарик где у нас айсгард так надо и и и и и и и и и на то лишь fuck you лазермен так надо эвелин шкунаш ладно сейчас стреляем вы нахера идете блин они дохнут конечно пипец да блин вы нахера пошли а у них стрелы закончились дохнут они просто как мрази даем но участка как раз можно вас и направить к этим ублюдкам так если вспенкинг на 5 и конечно котлеты делаю но что поделать так по приколу им дыхание камам сделать давай 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 да а арморт хасар самое время самое время но они до ксари отлетает так 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 уже не актуально опять катарина опять не актуально спасибо я не понял сейчас мои чуваки отъедут что ли лечо кухера блин они же сильнее должны быть платный ксари чем она вроде нормы а на иска так папа херачки ну хохохохохохохох дервиш и грёбаные декорит так дервиш и неприятный элемент директор это неприятный элемент это неприятный элемент Так, опять он зассал, я смотрю. Пвп или зассал? Ну сейчас еще и на тебя дебаф сделаем. Но он пока держится, я смотрю, сучонок. Ну да, поп не выдержал, короче. Поп не выдержал и попросил его не бить. Ну окей, че? Да, тут, конечно, побольше потерь. Ну ладно, 181. Да, могли бы и меньше, могли бы и меньше. Так, по идее, у них одно поселение остается. По идее, у них остается одно поселение. И клан Робеспьеров скоро совсем канет в лету. Что не может не радовать. Я их специально называю клан Робеспьеров. Робсманы. Что за Робсманы? Робеспьеры, блин. Так, еще опыт получаем. Еще это вот так, сторонники. Купай педофиля и, блин, ну... Не хотелось бы, блин, на самом деле иметь общих границ с фортом Якова. У нас все-таки цель захватить область, а не уничтожить ее. Так, а эти мрази на лед делают. Блин, ну... По идее, блин, а что они, типа... Они же дохнуть должны. Блин, почему уровень, блин, преданности низок. Весь, все же нормально, блин, было. Все же нормально было. Так, защиту у Урсуна, сопротивление выстрелом. От стрелковых атак, да? Но, 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 погодите. Так, контроль. Контроль. Мне бы сейчас приходилось бы что-нибудь. Что давало бы действительно какой-то контроль. Скверна минус один. Железная дисциплина. Ну-ка, дайте контроль. Похерачим. Порт Яков. А, ну зато у нас тут приносимая преданность есть. Тут лес уже построен. Ну и окей, хорошо. У нас тут, тем более, есть еще и усадьба одна. То есть тут еще, что у нас? Доход плюс 10% от усадьбы. Ну, есть одна усадьба, окей, норм. Так, в Эгерове у нас святилище Ортодоксии. Почему только у нас опять же уровень преданности? Ну, я думаю, ладно, он будет подниматься, скорее всего, со временем. Пойдет. Пока меня все устраивает. Ну, по сути, у нас остается Форксгард. А, еще и Праг. Почему я все время забываю, что... А, потому что Праг это вообще своя провинция. Из одного города то же самое, как у нас Кислив. Праг, по-моему, это второй по значимости город Кислива по лору, насколько я опять же помню. Так, окей. Дальность плюс 15 для отрядов Малыша Грома. Но, опять же, отряды Малыша Грома, это вообще у нас не скоро будет. Что у нас еще из полезного? Так, защита в ближнем бою для косарей. И рост. А еще выздоровление. Ну? Блин, выздоровление тоже крутая тема. В исполнении потери плюс 2%. Опять же, я не знаю, насколько эти 2% типа роляют. Потому что все относительно. Бр-бр-бр-бам-бам-бам. Давайте все-таки топоры с крюками, чтобы у нас у косарей они хотя бы хоть как-то были защищены. Не хотелось бы, чтобы на Игеров пошли сейчас. Тем более, у нас в Игерове восполнение только-только идет войск. Да, вот в Фольксгороде, конечно, сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, короче, одиннадцать. Вот в Фольксгороде будет весело. Тем более, по-моему, это столица региона. Типа как. Я не знаю, начинается как город со стенами, нет? И если со стенами, то это прям двойная жопа. Ну, ладно. Ну, понятно, они уходят, потому что они... Либо, короче, хотят нас числом задавить. Вполне возможно, у них сейчас вторая армия на нас пойдет. Либо... Либо им плохо, реально плохо. Так, приобретено. Морозный клык. Содержание армии лорда минус пять, что неплохо. Доход от трофеев после битв плюс десять, стоимость найма минус десять, атака в ближнем бою шесть, доступ к магическим атакам, сил оружия плюс десять и способность морозный клык. Взрыв. Блин, круто, круто. Блин, а чем никак не визуализируется, короче, почему мне, мне интересно. Ну, ладно. У нас есть и свиток, взрывы и морозный клык. Дать на клык. Ладно. Короче. Так, еще, родина одна. Анклав дружины. Пока весь мир считает кислев идеальным примером сплощенного государства, на родине полным ходом зреет мятеж. Очередной властолюбивый боярин решил подкупить пару десятков атаманов, чтобы свергнуть вас с трона. Однако после того, как Акшина нанесла ему ночной визит, атаманы внезапно вспомнили о своей преданности вам. Так, дипотношение с фракцией анклав дружины. Лол. Нормально. Ооо. Отлично. Блин, это шикарно. Это прям, да, это прям хорошечно. Невысоко ценится в вашем обществе. Всеми силами стремитесь продвигать верность своим обычаям среди вашего народа. Так, изменения заход 2. Надо преданность до 150 довести. Это будет непросто, потому что у нас всего 2. Ой, блин, еще я нажал. Господи, блин. Не люблю, когда так. Как эти ублюдки называются? Кислит. А, ну она с ними так, торговля уже есть. Так, все, пока еще ничего не можем. Так, братюни наши. А, так мы еще с ними гранищем, а это получается какие-то эти... Жек-ябрила, короче. Они просто кочуют. О, 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 да, 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 да. Отлично. Отлично. Еще 1000 золотых. Шикарно. В ходе дип-переговоров, да, отлично, мы заключили договор, выполнили задание. Казму пополнили еще на 1000. Замечательным. Просто замечательным. Давайте смотреть еще. С кем еще можно попытаться, по крайней мере, торговлю завести. Катай пока рано. Западные провинции тоже не особо. Я вообще дворков не люблю, блин, это ублюдки. Меня бесит, блин. Так. Ну, с остальными, да, мне кажется, это бесполезно. Что? Я been looking forward to this. Хе-хе-хе-чё. Первый договор. Да, так они на это не пойдут. Эрик Тьюрсон, блин. Это интересно, тут Матс Миккельсон появится или нет? Было бы забавно, если бы он появился. Так, понятно. Ладно, будем пробовать улучшать отношения. Думаю. До не трой, май пейшн. Да, Антон. так но ничего теперь можно отстраиваться пока пока еще не в кисле в кисле и кстати через два хода да это будет устраиваться можно здесь ford якобы так gear бомбом бомбом давайте показки с герсли вы начнем 2000 вроде как он в относительной безопасности все делаем проблем по идее возникнуть не должно ну блин честно гречит и конечно у них войска слабенькие вот в ближнем бою у кислева прям что-то прям не впечатляют вот кто канон знает это действительно тип так и было типа не чё кислевит они они в основном типа на настрелу херачили ну да ладно так 10 ход уже отлично ну фолькс фолькс городу надо подготовиться родина совершить налет на следующий регион на какой на хера родина воздаст прислужникам хаоса по заслугам счет долечь как не казна 1600 плюс 800 это конечно круто но а еще и 6 ходов победите любую армию хаоса знамя прага будут доступны а если я не хочу а чё не блин не дохнуть типа если они они в каком режиме вообще сейчас они в налете но при этом я прикол не особо понимаю а или родина уже все закончилось что ли действие или еще нет погоди урсун а еще 7 ходов осталось ну вызывает не боевые потери во вражеских армиях на вашей территории только что-то я не вижу по-моему это ачивка вообще не работает нет ни не боевых потерь был лол так ну чё давайте так расход ветров магии базовый шанс магические ошибки восстановления скорость минус 25 ну давайте по полной вкачаем чу так как бы нам так эти петучи ведь не успеют дойти до до нас боя не успеют давайте засеем с на ну отлично у них по идее одна армия только и было надеюсь к ним никто не придет пара папам пара папам хотя можно было конечно и спрятаться так упокоение на берегу реки урской выбросила скелет гигантского косолапого превосходящего размерами даже самого могущего боевого медведя его кости в превосходном состоянии без единого повреждения или следа разложения это знаю это точно знака турсона и мы должны ответить ему с должным уважением так у нас чё либо короче мы нанимаем героя патриарха либо преданность тихие похороны по публичная кремация по моему даже если мы нанимаем героя то по моему мы тоже типа платим за него расходники поэтому мне кажется что преданность сейчас более эффективно тем более что мы сразу засодочеку преданность увеличим да эти тихие похороны наверное величественный зверь заслуживает покоя и уважения мы похороним его на геройском холме и не станем устраивать из этого представления если мы будем чтить медведей то и они будут чтить нас самые близкие союзники могут решить навсегда соединить свои судьбы создайте конфедерацию и оба ваши королевства будут неразрывно связаны между собой под вашей властью разумеется присоединить к своей конфигура и конфедерации любую фракцию в соблюдении определенных условий при соблюдении определенных условий до ее фракции одной раз и могут объединиться в конфедерацию ну мне кажется рановато мало кто на это скорее сущий пойдет как мне кажется ним давайте проверим я я хз может быть кто-то уже родил ну давай сюда справа прохода начнем братство медведя пока рано они просто такие типа создайте конфедерацию короче там до конфедерации еще срать и срать так по постройкам шоу отлично и доход плюс 150 так еще больше гарнизона у нас будет с вами давайте конечно мы будем строить как же иначе сейчас еще в герцлеве станет построиться прям совсем хорошо будет прям прям гетеросексуальному ну и чё нанять никого мы конечно пока не можем но блин я что-то пропустила прорезу про режим направления энергии что а штраф к дальности я думал это не штраф это поехали первым победа но в принципе тут плюс-минус будет такая же ситуация да опять патриарх так а тут уже чё тут уже царская стража вот блин вот эти чуваки уже опасная я так чую доспехи 90 так и ближнем бою 34 да слушать хотя у латных косарей атака в ближнем бою 36 так а чем они тогда круто из защита в ближнем бою 50 а ну да защита в ближнем бою у них еще получше будет сила и оружие 36 тоже 36 ну чуть-чуть получила латных косарей короче будет царской стражем но не то чтобы особо сильно окей в общем по идее это будет последнее взять и да провинции у нас восточные земли будут под нами и таким макаром мы закончим как бы первое крупное задание которое у нас будет и у противника останется только один праг прагу конечно надо будет подготовиться но я думаю это не будет представлять нам особой проблемы в общем такие дела на сегодня пожалуй все с вами был тем еще всем спасибо за просмотр не забывайте ставить свои лайки подписываться на канал если этого еще не сделали в общем всем покедово всем пока и удачи еще увидимся пока 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 Продолжение следует...